Итак, подведем итоги. Мы с вами поговорили о сущности страхования, о тех функциях, которые на себя берет страховая компания, каким образом она выполняет свои обязательства и для чего ей это нужно. Но мне хотелось бы сейчас остановиться на том, для чего нужно страхование для конечного потребителя, именно для застрахованного лица. Чуть ниже мы с вами поговорим о разных видах страхования. И суть страхования заключается в том, что застрахованное лицо за определенную плату снижает риски, связанные с ущербом для автомобиля, с риском потери трудоспособности, здоровья, с имущественными рисками, связанными с квартирой и тому подобными вещами. Суть страхования заключается в том, что за определенную плату застрахованное лицо передает этот риск страховой компании. А страховая компания, принимая на себя этот риск, обязана в случае наступления страхового случая выплатить застрахованному лицу страховую сумму, тем самым возмещая ему те средства, которые страхователь внес в качестве страхового взноса. То есть еще раз подчеркиваем, что страхователь дает возможность застрахованному лицу снизить риски. Снижение рисков тоже имеет плату, и эта плата и есть цена страхового полиса. Теперь давайте поговорим о том, какие же риски на себя берут страховые компании и что надо знать об этих рисках застрахованному лицу. Как мы уже говорили, все виды страхования можно разделить на три вида, а именно личное страхование, имущественное страхование и страхование ответственности. Что касается личного страхования, то можно выделить несколько наиболее важных видов личного страхования. Таковым относится медицинское страхование, обязательное и добровольное, которое предполагает оплату медицинских услуг. Страхование может давать выплату от несчастных случаев, обязательно страхование медицинских расходов при поездке за границу. И последний сегмент, о котором мы чуть ниже поговорим, это страхование жизни. Какие виды личного страхования существуют? Их достаточно много. Это страхование пенсии на случай потери кормильца, страхование пенсии по возрасту, страхование на случай болезни, страхование детей и престарелых родителей от несчастных случаев. На самом деле видов личного страхования очень много. Мы с вами чуть ниже поговорим об отдельных видах личного страхования. Но интересно, что в мире существует деление страховых компаний на два вида. На компании, связанные с компаниями страхования жизни, так называемый life insurance, и компании, не связанные с страхованием жизни. То есть деление страхового бизнеса происходит именно по принципу, страхуют они жизнь или, соответственно, это иные виды страхования. На данной табличке приведен общий размер страховой премии, который собирается в развитых странах за один год в миллиардах долларов. То есть мы видим, что самый большой объем страховой премии приходится на Соединенные Штаты Америки, где за год страховая премия составляет 1 триллион 205 миллиардов долларов. К странам, которые собирают большой объем страховых премий, мы, как видим, относятся Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и, естественно, Китай. Причем тоже интересно, что в разных странах соотношение между объемами страховой премии, приходящейся по страхованию жизни и страховой премии, приходящейся по страховой премии нежизни, они существенно различаются. Если, к примеру, в Соединенных Штатах мы видим это соотношение 45 на 55, то в Японии страхование жизни является преобладающим. Ну и, соответственно, в этой табличке приведена общая доля собранной премии по отношению к мировому объему собранных страховых премий. Ну, чуть ниже мы увидим, сколько премий собирается в Российской Федерации. Второй вид страхования – это имущественное страхование. В данном случае объектом страхования выступает жилое имущество, недвижимое или движимое имущество. Сюда относятся и страхование средств личного транспорта, сюда относятся и страхование подсобных помещений, страхование квартир. Причем чуть ниже мы скажем, что есть страхование квартир, а есть отдельное страхование внутренней отделки квартир – это немножко разные виды страхования. Кроме имущественного страхования, кроме личного страхования, есть такой вид страхования, как страхование ответственности. Самым известным видом страхования ответственности является ОСАГО или страхование ответственности владельца личного автотранспорта. В чем различие? Есть страхование, связанное с тем, что застрахованное лицо хочет получить возмещение ущерба в случае ущерба для личного имущества. Если речь идет об автомобильном страховании, речь идет о том, что в данном случае застрахованное лицо может получить возмещение в случае нанесения ущерба собственному автомобилю. Но есть страхование, которое предполагает страхование ответственности владельца личного автотранспорта, ответственности владельца за то, что он своими действиями может нанести ущерб здоровью или имуществу другого лица. То есть страхование ответственности предполагает, что в случае, если такое событие произойдет, страховая компания выплатит пострадавшему от действий данного лица необходимую страховую сумму. Этим страхование ответственности отличается от имущественного страхования. На самом деле страхование ответственности тоже существует достаточно много. Ну, из таких самых, наверное, понятных примеров можно привести к примеру страхование гражданской ответственности авиалайнеров за перевозку пассажиров или страхование ответственности транспортных предприятий. По данным Центрального банка, к концу 2015 года общая масса активов страховых российских компаний достигла свыше одного и шести триллиона рублей. В свою очередь все виды страхования можно разделить на два вида. На обязательное страхование, которое предполагает, что застрахованное лицо должно обязательно иметь полис обязательного страхования. К таковому, к примеру, относится ОСАГО или страхование гражданской ответственности владельца личного автотранспорта. Обязательность этого вида страхования предполагает, что без страховки ОСАГО владелец личного автотранспорта не имеет права выезжать на трассу. И другой вид страхования – это добровольное страхование, которое предполагает свободный выбор застрахованного лица. Берет ли он на себя страховку или нет? Ну, в частности, в качестве такового вида выступает автокаска или имущественного страхования автотранспорта. В данном случае речь идет о чем? О том, что застрахованное лицо само должно решать для себя, способно ли оно ездить абсолютно без дорожно-транспортных происшествий и готово ли оно компенсировать ущерб за свой собственный счет? Или оно страхуется от риска попадания в ДДП и, соответственно, в этом случае риск ущерба, риск угона берет на себя страховая компания. То же самое можно сказать о медицинском страховании. Есть обязательное медицинское страхование. Мы будем говорить, что в этом случае в качестве страхователя выступают или государственные органы, или предприятия, и оно обязательно для всех. И есть так называемое добровольное медицинское страхование, которое предполагает дополнительные услуги, которые оплачиваются страхователям. Так вот, если говорить о структуре рынка страхования по данным Центрального банка, на обязательное страхование в 2015 году пришлось 24% от общей суммы страховых премий. При этом самая большая доля приходилась на ОСАГО. Что касается добровольного страхования, то здесь лидирует автокаска и добровольное медицинское страхование, также страхование имущества юридических лиц.